Совершенно непристойная, на мой взгляд, история приключилась на минувшей неделе в городе Салавате в Башкортостане. Давайте по порядку. В отношении мэра города Салавата Игоря Миронова еще в 2023 году возбудили уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья эта о превышении должностных полномочий. Следствие предполагает, что господин Миронов не вполне законно передал в управление некой московской компанией все электросети города Салавата. Жительница города Салавата Светлана Дублистова, узнав об этом, написала в адрес мэра, я бы сказал мэра позорника, цитату из киногероя Высоцкого Глеба Жеглова. Ну, собственно, цитата была о том, где должен находиться вор, ну, по мнению Глеба Жеглова и пенсионерки из Салавата. Так вот, этот самый подследственный мэр, не будучи на тот момент осужденным уголовником, чего мы всей редакции ему от всей души желаем, немедленно подал в суд и потребовал компенсации за уязвление его тонкой души и достоинством. В конечном итоге две инстанции судебного разбирательства признали тонкую душу мэра, проходящего по уголовному делу обвиняемым, уязвленный, и назначил Миронову компенсацию в 15 тысяч рублей за счет Светланы Дублистовой, пенсионерки из Салавата. Ну, мы же знаем, как живут пенсионеры, и что значит для них, например, 15 тысяч или еще большая сумма. Так вот, для господина Миронова, обладателя прекрасного британского внедорожника Range Rover, 15 тысяч рублей – это всего лишь масло поменять в его машине, а для Светланы Дублистовой, наверное, это целый месяц жизни. По-моему, очень стыдная история. Даже если Дублистова и перебрала в выражениях судиться вот этому могучему мужчине на Range Rover с вот этой немощной пенсионеркой, просто как-то бессовестно и безобразно. Но это мое частное субъективное мнение. И да, я надеюсь, что Дублистова в конечном итоге когда-нибудь окажется права в отношении Миронова. Дело, уголовное дело Миронова все еще не завершено, и существует вероятность того, что суд признает его уголовным преступником. И вот тогда будет вопрос, интересный вопрос. Вернет ли Миронов 15 тысяч Дублистовой? Почему-то я в этом не уверен. Однако поживем-увидим. И пока напомню одну печальную истину. Чтобы сесть в тюрьму или схлопотать хотя бы штраф в Российской Федерации, достаточно называть вещи своими именами. Миронова 15 тысяч Дублистовой Продолжение следует...